Чему не учат в школе? Лекцию по правовой грамотности прочитали магнитогорским подросткам. Подробности у Ольги Бутусовой. Эфир продолжит рубрика Городовой. Школьникам о законах. Сегодня в библиотеке Крашенинникова юристы провели для подростков лекцию и ответили на вопросы. Мероприятие прошло в рамках Дня правовой помощи несовершеннолетним. Круглый стол организован Ассоциацией юристов России, но также на нем присутствуют люди в форме. Грабежи, кражи, угон автомобилей и даже незаконный оборот наркотиков. Такие преступления чаще всего совершают подростки. Сотрудники полиции поясняют, в большинстве случаев это происходит из-за незнания законов. Также, к сожалению, они не знают, что существует и административная ответственность, не знают тот возраст, с которым наступает эта ответственность. И в дальнейшем, к сожалению, бывает так, что просто-напросто ломают свои жизни. Поэтому сегодня, конечно, мы обязательно доведем информацию о том, что административная ответственность наступает с 16 лет, а уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает уже с 14 лет. И подростки, совершая, допустим, тот же самый угон транспортного средства, должны прекрасно понимать, что это уже уголовно наказуемое деяние, за которое ответственность предусмотрена с 14 лет. День правовой помощи подросткам проводится ежегодно. Цель мероприятия – наладить диалог с несовершеннолетними. Сотрудники полиции объясняют тонкости в законах, юристы, права и обязанности. Вся деятельность направлена на то, чтобы предотвратить детские преступления. Есть вопрос – звоните. МЧС предлагает побеседовать на антикоррупционную тему. Для этого 23 и 24 ноября в Магнитогорске будет организована прямая линия. Вопрос борьбы с коррупцией остается актуальным. Сотрудники МЧС отмечают, что не все горожане в полной мере знакомы законодательством, что приводит к нарушению их прав. Исправить ситуацию поможет прямая линия. Вопросы как раз таки связаны были с порядком поступления на службу в МЧС, в частности, в федеральную противопожарную службу, различные нюансы получения разрешительных документов в органах государственной инспекции по маломерным судам, порядок проведения мероприятий по контролю на объектах, которые относятся к предпринимательской деятельности, государственные объекты. Горожане, у которых есть вопросы к сотрудникам МЧС, могут позвонить на прямую линию. Звонки будут приниматься с 10 утра до полудня. Болеем за наших. Во дворце имени Ивана Рамазана пройдут две игры в рамках чемпионата России по баскетболу. Горожане могут не только поддержать спортсменов, но и выиграть призы. Чемпионат состоится среди мужских команд. На этот раз магнитогорские игроки из «Динамо» сразятся с противниками из Чебоксар – ястребами. Напомню, в первых восьми играх у наших баскетболистов три поражения, а у соперника одно. Состязания пройдут 21 и 22 ноября, начало в шесть вечера.